друзья здравствуйте это ларина екатерина сегодняшнее наше видео будет посвящено боке эффекту это эффект размытия который запечатлевает фотоаппарат обычно эффект боке используется на дальнем плане но может конечно и на ближнем все по-разному вот вот сейчас на фотографии с грибочком вы можете воочию видеть размытый дальний план наш глаз так не видит но все дело в том что наш глаз фокусируется на объекте переднего плана который мы видим с вами очень четко и хорошо а сзади наш глаз в обычной жизни не видит деталей а вот фотоаппарат способен размывать задний план и мы видим вот так сейчас а на ваших экранах наш будущий референс мы готовимся к нашей живописи референс список материалов и карандашный рисунок вы найдете в описании под видео и кстати друзья я готовлю интересное видео о том как скопировать карандашный рисунок на акварельную бумагу так чтобы не поранить бумагу то есть очень хороший интересный способ рассказываю видео выйдет сразу после этого видео просто следите за новостями друзья вот сейчас кусочек этого видео перед вами на примере как раз наших с вами птичек для этой живописи я буду пользоваться своими акварельными красками пинакс экстра 18 цветов набор номер два это однопигментные краски и я в одном из своих видео я рассказывала об этой об этих красках они мне очень нравятся также друзья нам с вами понадобится маскировочный флюид для того чтобы нам с вами не закрасить участки света мы будем пользоваться маскировочным флюидом будем им прописывать белые участки веточки на которых сидят воробьи и будем прописывать воробушков у нас свет с вами контровой немного до просвечивающиеся из-за ветвей деревьев из-за листвы и поэтому у нас с вами создается вокруг птичек белый такой контур да потому что свет как бы обнимает птиц поскольку они имеют округлую форму нет углов у наших объектов поэтому свет проникает через их перышки и вот как бы делает такой обнимашки делает нашим воробушкам это очень эффектно смотрится всегда на живописи и придает ощущение света какого-то такого утра раннего когда птички собрались на ветвях деревьев на совещание внимательно смотрите на наш референс друзья я здесь референс не прикрепляю референс вам нужно будет скачать и смотреть там либо на фотографию либо на экран ваших мониторов планшетов для того чтобы лучше изучить наш референс приступаем друзья к живописи нужно обязательно сделать так чтобы ваш маскировочный флюид подсох и это займет ориентировочно 10-15 минут на самом деле потрогайте аккуратно маскировочный флюид где-нибудь с краешку если он высох окончательно то можно приступать к живописи у меня сейчас козий флейт мягкий я пишу на акварельной бумаге малевич стопроцентный хлопок у нее очень ранимая поверхность поэтому жесткие кисточки исключены нам нужны исключительно мягкие кисточки для работы по мокрому сейчас мы с вами будем заниматься нашим дальним планом и будем работать над тем самым баке эффектом аккуратненько вокруг птичек мы всю поверхность заливаем чистой водой лист бумаги у меня на планшете закреплен бумажным скотчем и сейчас я рулончик скотча под под планшет подставила под переднюю верхнюю его часть для того чтобы у меня создался угол наклона где-то 15-20 градусов для того чтобы красочка не стояла на месте а чуть-чуть двигалась вниз краски pinax очень многие в этой палитре имеют свойство гранулировать грануляции вот зеленая точно будет гранулировать здесь поэтому когда красочка будет стекать двигаться либо я ее буду распределять кисточкой эффект грануляции может можно его убрать его можно растереть если он нам не нужен что касается цветов друзья я использую 1 пигментные краски как в смеси так и в чистом виде сейчас я работаю титаном титанатом никель желтым он имеет вот такой лимонный яркий оттенок можно его заменить кадмием лимонным или кадмием светлым желтым любым в принципе желтым охра тоже подойдет но будет наверное немного темновато и зеленый у меня просто оксид хрома зеленый вот так называется пигмент у pinax и все краски называются по названию пигмента а вы можете в принципе взять и веридоновую зеленую то есть любой теплый зеленый не уходящие в голубые не изумрудные оттенки а вот именно теплые зелененькие либо можете в ту которая у вас есть добавить немного желтой краски подмешать и ваше зеленое будет тепло более теплый вот и еще один основной цвет который я буду использовать в своей живописи в этой картине это кадми пурпурно-красный очень интересный цвет с которым я раньше не встречалась он очень похож на коричневый такой коричневый оттенок в палитре он выглядит прям ярко таким красно-розовым но на бумаге вот такой у него интересный оттенок он очень насыщенный очень укрывистый мне этот цвет очень понравился я буду этим же цветом работать с воробьями воробушков у них на крылышках и на голове как шапочки такие коричневатого цвета но коричневый такой который не не в зеленый отдает до такой как умбра например и не марсы коричневые это вот красно-коричневый оттенок в принципе можете в ваш любой коричневый подмешать красный и получится вот этот цвет вот если у вас такого нет в арсенале цвета который как у меня кадмия пурпурно-красного вы можете использовать любой коричневато-красный оттенок который во у вас есть вот берите красочку густо работая по мокрому для того чтобы цвет был достаточно насыщенным хоть это и задний план но нам с вами понадобится некий контраст когда мы будем делать эффект букет вот не буду сбегать вперед вы видите что я работаю круговыми движениями у меня большая мягкая кисточка это имитация белки тоже кисточки pinax который мне очень очень нравится друзья и вообще я хотела вам рассказать что я сейчас все свои мастер-классы поместила на сайт бусти наконец-то нашла возможность какую-то там монетизировать хоть как-то свое творчество сейчас трудные времена у художника живопись не продается все кто раньше продавал живопись в границу сейчас просто в очень ограниченном финансовом положении но мы постоянно пишем постоянно рисуем и на материалы нам требуется средства поэтому друзья если вам понравился этот мастер-класс он был вам полезен и вам нравится мое творчество не пожалейте копеечку там есть донаты вот там можно хоть 10 рублей вообще пожертвовать на новый набор кисточек pinax у меня вот этот набор он маленький но как бы он не маленькие кисточки меньшего размера чем есть еще один такой же набор там коричневые ручки у кисточек вот он достаточно дорого стоит поэтому я собираю средства на новые материалы вот так вот дожили до чего друзья вот обратите внимание на наш фон мы вот работали все всего тремя цветами на данный момент и мы оставляем его сохнуть подсушить и как следует вот видите у меня в углу видно да что еще все мокренько там но тем не менее вот эта область уже сухая и можно вполне себе работать с передним планом я еще не удаляю ни в коем случае маскировочный флюид он иначе мы просто с вами мы пораним наш верхний слой советую вам не делать так как я не торопиться а просушить до полностью чтобы работать спокойно и не беспокоиться том что что-то можно испортить я друзья работаю все той же краской все то тем же кадмием пурпурно-красным если вы внимательно посмотрите на референс то вы увидите что там веточка именно вот такого красно-коричневого цвета знаете вот такие веточки вот как у вишни да наверно хотя нет у вишни немного в рыжий все таки отдает я даже не знаю каких деревьев вот такие красные веточки есть вот видите моя ошибочка внизу фон был мокренький и краска потекла немножко вот можно салфеточкой аккуратненько промокнуть всегда убрать друзья вот интересный момент берите на заметку животик у воробьев серого цвета мы всегда с вами да знаем что небо голубой трава зеленая а живут воробья серый а крылышки коричневые но вы как вот вы покажете серый цвет вы же не возьмете серую пейну допустим которая практически черная да и не сделаете просто слабой концентрации цвет живот воробья ну вот первое что приходит на ум это серая пейна или что-то в этом духе да вот какой-то слабый черный или серый цвет смотрите я взяла цирулю и добавила в него все тот же кадмий пурпурно-красный но любой красно-коричневый оттенок цирулю наш голубой цвет небо любимый и в него красно-коричневый оттенок получился изумительный серый он еще смешался как-то на рулем же гранулирует чуть-чуть особенно вот у пинакса и он смешался не в такую гладкую смесь до серого цвета в нем вкрапления небольшие коричневые вот получилось прям изумительно как будто перышки реально пушинки какие-то вот попробуйте сделать такой очень красивый серый оттенок и с воробушками я вообще работаю всего лишь двумя этими цветами добавила сюда вообще у нас очень ограниченная с вами палитра но из-за того что мы с вами учимся смешивать замечательно цвета у нас с вами в картине появляется везде связь у нас все везде связано вот наш красно-коричневый кадмий как красно-пурпурный он связывает нам все абсолютно кстати если у вас в арсенале есть просто красный кадмий попробуйте в него какой-нибудь коричневый немного подмешать наверное получится примерно то же самое вот я маскирующий флюид не убираю я он у меня по-прежнему на месте и я делаю сейчас у всех воробушек of такой вот первый слой сначала я наношу воду просто на живот до воробья на его грудку а затем делаю более темные места более сильным концентрации кадмия красно-пурпурного и добавляю туда уже смесь кадмия с цирулиумом для того чтобы сделать обозначить серые и более светлые места а теневые участки я просто делаю при помощи того что я процентовку красно-коричневого кадмия в этой смеси увеличиваю воробушки у нас не забывайте имеют округлую форму поэтому мы затемняем форму по краям объекта и делаем более светлую форму в серединке объекта не забывая про всякие рефлексы вот то есть отражение листвы вот с помощью того что у нас опять же до наш красно-коричневый кадмия здесь везде присутствует он служит еще и своеобразным рефлексом от фона на фоне мы показывали им видимо какие-то стволы и ветки которые все размыты и вот с помощью этого эффекта блоки они просто все превратились вот в такие разноцветные пятна друзья вы можете всегда замедлить видео в настройках здесь настройка в два раза увеличена и кое-где увеличена в четыре раза для того чтобы сократить видео вот чтобы реалистично прописать воробушков вам нужно очень внимательно изучить свет и тень как где у воробьевы затемнение да у них затемнение всегда под там где заканчивается голова начинается грудка там где глубина присутствует да то есть под головой там явно есть глубина изображение уходит туда внутрь поэтому там мы прописываем везде где уходит куда-то в глубина там соответственно всегда более темный по тональности цвет берите более сильную интенсивность цвета и таким образом у вас сразу будет появляться объем оптичек вот этот эффект когда передний план выходит к нам близко он всегда достигается за счет того что наши объекты прописываются более жесткими линиями они не размыты они совершенно определенно жестко прописаны и мягкий задний фон вот на этой разнице мы и строим нашу живопись приступаем друзья к нашему замечательному эффекту даке и вот наш секрет понадобится вот такая детская линейка либо вообще люб что то что можно найти дома где где есть вот такое колечко не знаю очень хорошо в принципе пластырь да вот лейкопластырь или вот какие-то мотки чего-то использовать где есть вот этот вот округлая форма линейка идеально нужна чистая вода и губка я просто от кухонной новой губки отрезала кусочек и все на самом деле вот линеечку надо обязательно от воды освобождать промакивать салфеткой и тогда все получится друзья вот просто с губкой чистенькой промываете после каждого кружка промываете я прям ведерко с водичкой себе налила и обязательно очень легким движением промакиваете не трите сильно вот смотрите эти три кружка какая грязная вода воду меняем потому что наши кружки будут недостаточно чистыми белыми можем получить грязь ну вообще работа такая очень веселая забавная рассмотрите фотографию как эти кружки между собой связаны один заходит на другой как бы получается такой вот пересечения между ними еще вот очень здорово и эффектно получается на более темных участках ну здесь уже дело вкуса вот между воробушками тоже очень классно смотрится сразу они более четко как-то выглядят хотя у нас воробушки с вами прописаны еще первым слоем так как как подмалевок такой своеобразный да то есть совсем не четко но уже с мы можем с вами проследить тональность нам очень важно а с вами нам нужны соотношения одно к другому и цветовые тональные поэтому мы сразу всю картину с вами пишем поэтапно и движемся и и в фоне и в прописывание объектов к завершению от светлого к темному и от размытого к четкому вот что у нас получилось на самом деле я там ускорила видео в значительное количество раз потому что в принципе это такая очень интересная забавная и кропотливая работа она потребовала где-то примерно полчаса времени вот я видео сильно ускорила ну и нам с вами остается прописать больше деталей у птиц для того чтобы у нас с вами появился вот этот контраст птички выйдут сразу на передний план опять же после того как мы с вами нанесли кружки быке эффекта нужно обязательно живопись просушить как следует иначе вы вот начнете терять маскировочный флюид оттирать и возможно опять же просто испортите что-то вот вы сейчас можете на своих экранах увидеть как сразу до белый вот этот ореол вокруг птичек он нам делает весь эффект контровой свет сразу мы с вами очень хорошо ощущаем и вот это ощущение какого-то света какой-то очень теплый такой и живой картинки но сразу появляется ну и остается друзья нам очень внимательно рассмотреть референс и все теми же цветами мы работаем и прописать детали и и и Продолжение следует... 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 И немножечко... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...